Во временно оккупированном Мелитополе прогремело не менее шести взрывов в локомотивном депо, сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, в локомотивном депо россияне разместили свою ремонтную базу для военной техники, а также склад топлива и боеприпасов. Федоров добавил, что это уже вторая серия взрывов в Мелитополе на этой неделе. Российские захватчики вывозят из оккупированного Мелитополя Запорожской области незаконно вырубленный лес Кругляк, об этом сообщает сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Украины. О Мелитополе говорят много, стратегически он важен, находится он на пешеходном переходе от России и оккупированной части Донбасса в Крым. И, конечно, вот эта часть пешеходного перехода стратегически важна. После того, как он будет деоккупирован, там уже будет вообще другой разговор. Дмитрий, что, по вашей информации, происходит в Мелитополе и чего ожидать? У меня информация ровно такая же, как у вас. Все понятно всем и нашим врагам тоже. Мы наносим удары по критической инфраструктуре врага, как на территории Запорожской области, так и на территории Крыма, на территории Донбасса, там, где оккупирована территория временно. По живой силе врага, по технике врага, по логистике врага, Джанкой, например, разбомбленный вокзал, это логистика, это очень важный узел железнодорожный. Здесь не надо быть семипядей во лбу, чтобы понимать, что будет дальше. Удары по логистике, по технике, по живой силе и затем наступление. Поэтому, вы знаете, мне очень нравится Данилов. Он, конечно, тролль высочайшего класса. Высочайшего. Я думал, что я высочайшего класса тролль, но я пока еще ему проигрываю. В этом он их троллит нещадно. Хорошее чувство юмора у него. Он сейчас опубликовал список из 12 первостепенных шагов. Давайте обсудим. Да, это приятно читать, что он пишет. Давайте обсудим. Я тогда читаю пункт. Причем это все логично, то, что он пишет. Я читаю пункт, а вы комментируете. Давайте. Я читаю второй, а вы комментируете. Итак, первый пункт. На общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника русский военный корабль. В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе. Ну, прекрасно. Прекрасно. Инициатива то, что надо. Второй пункт. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену разрабатывается иллюстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма, к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах избирать и быть избранными. Василий Владимирович, да, абсолютно поддерживаю. Обратите внимание, я сейчас буду не раз об этом говорить. Это то, что мы с вами говорили из эфира в эфир. Вот, в частности, это. Дальше. Третий пункт. Третий пункт. Приехали туда после 2014 года. Валите сразу, уже валите. Чем быстрее, тем лучше. Я говорил о том, Данилов это же пишет, но я это говорил, вы же не дадите мне соврать. Я говорил о том, что все нормативные акты, все, что там покупалось, недвижимость, все, что в Крыму совершались сделки после 2014 года, не является законным по законам нашей страны. Поэтому все это будет отобрано, пересмотрено прежним владельцам, будет возвращено все то, что было в их собственности. Но Данила все это пишет. Продолжить? Продолжить? Замечательно. Смотрите. Начинает Данилов так с легкого троллинга, а потом переходит к реальным вопросам. Да, да, да. Пятый пункт. Да, да. Все правильно. Не убавить, не прибавить. Граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в определенный законным срок. Я же говорю, бегите быстрее. Идиоты будут оставаться. Умные будут уже тихонько улепетывать. Все предельно просто. Мы же об этом говорили сколько раз. Вот следующий пункт, о котором вы, кстати, только что говорили. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, признаются ничтожными. Закон, действующий уже 9 лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Если имущество присвоено или национализировано оккупантами, оно возвращается владельцам. Важно помнить, дома, квартиры, земельные участки и другая недвижимость, приобретенная гражданами России в Крыму, достойны не более чем будущего Аксенова или надежды на выход Константинова и подобного коллаборантского хлама по условно-досрочному увольнению. Прекрасно. Транспортный переход в городе Керчь, автономной республике Крым, демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Ну, мостик-ту-ту. Ту-ру-ту-ту. Реализуется комплексная программа детоксикация, нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание, части населения полуострова, в частности, используя обувь. Опыт применения действенных методов геноцификации Германии в 40-х годах, среди которых участие в выявлении групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агреции для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом. Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима. Прекрасно. Так, еще три пункта осталось, давайте по ним тоже. Да, это интересно, это очень интересно. Десятый пункт. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивляющихся оккупации, восстановление в правах украинских и крымско-татарских активистов. Да. Одиннадцатый пункт. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых Россией по политическим мотивированным признакам 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба. Да. И еще один пункт, двенадцатый, учитывая место и роль в идеологии расшизма, системе негативного мифообразования и переписывание истории, так называемый в кавычках город русской славы, имеется в виду Севастополь, переименовывается в, в кавычках, объект номер 6. Верховная Рада Украины позже, возможно, примет решение о новом названии города, возможно, Ахти-Ар, предлагает Данилов. Ну, Данилов прекрасен, слушайте, он мне повышает настроение, я вам честно скажу, он и серьезные вещи говорит, и хорошие вещи, и троллит очень тонко, но чувство юмора есть, молодец, нравится мне. Может, вы бы добавили что-то, какой-то пункт или какой-то РАЦ-предложение? Ну, смотрите, там же есть половина примерно того, что я говорил у вас в программе. Да, да, я помню. Мне это греет душу, я неоднократно это говорил, поэтому, ну, все, что вот Данилов сказал, написал, все подходит, прекрасно, абсолютно прекрасно. Дорогие друзья, у вас есть возможность самое время сейчас задать свой вопрос Дмитрию Гордону, один из вопросов был, я его уже видел, много раз повторялся. Как вы относитесь к позиции Армении, которая с одной стороны хочет ратифицировать римский статут, а с другой стороны говорит, что арестовывать, задерживать Путина они не собираются? Я отношусь к этому с той позиции, что самое большое посольство Соединенных Штатов находится на территории Армении, в Ереване. Самая большая влиятельная диаспора армянская находится в Соединенных Штатах, а именно в Лос-Анджелесе. Там все будет хорошо в Армении. Армяне имели в виду Путина, и вы не смотрите на таких, как Симоньян, там, или этот, боже, Киасаян и сын помощника Горбачева, боже, боже, Шахназара. Вы на них не смотрите, это выродки, это не армяне, это выродки. Армяне хотят хорошо жить. Простые народы Армении хочут хорошо жить. А дружить с русскими и хорошо жить невозможно. Это impossible. Ни одна страна, которая дружит с русскими, хорошо не живет, потому что русские сами хорошо не живут и другим не дают. Я считаю, что страны с самой большой армянской общиной, такие как Франция и Соединенные Штаты, свое слово скажут. У Армении все будет хорошо. Так, друзья, я не хочу спрашивать, что там с Поворозняком, но откровенно. Я не хочу уже, но я утомился, если честно. В каждой программе уже у меня аллергия немножко. Да, и давайте о нем не говорить, я о нем скажу. Через несколько недель уже будет финиш. Там еще будет несколько программ, а потом финиш будет такой, что больше уже говорить не о чем будет. Поэтому все нормально. Как говорил классик, финиш. Свинья будет визжать. Так, ищу вопросы. Так, как вам решение МОК, Дмитриевич? О, смотрите, не только МОК. Уимблдон в этом году разрешает участие российским и белорусским теннисистам. В прошлом году запретили. В этом году дали свое разрешение под нейтральными флагами. Не те, которые не поддерживают войну и так далее. Но, тем не менее, российским и белорусским спортсменам дали зеленый свет. Меня это искренне возмущает, искренне. Я считаю, что Бах, который себе позволяет, это президент МОК, подобные вещи, это вообще такой же русский шпион, наверное, как и Шрёдер. Это скотина. Я говорю, президент МОК, Бах, скотина. В условиях войны России с Украиной еще российских и белорусских спортсменам на соревнования допускать. Значит, мое мнение, украинские спортсмены и спортсмены всего цивилизованного мира должны бойкотировать все соревнования, где эти собаки попробуют протащить русских и белорусов. Все, точка. У меня нет другого варианта. Даниил спрашивает, что вы думаете про Корчевникова? Ну, больной на голову, шизик. Во-первых, он шизик. Во-вторых, больной на голову. В-третьих, идиот безголовый, тупоголовый. Когда Россия берет таких пропагандистов, даже стыдно за Россию, потому что он же вяжет, как свинья недорезанная. Посмотрите на него, что он несет. И в каком виде он это подает. Даже не смешно. Ну, вообще не смешно. Неинтересен. По поводу того же Лукашенко, вот еще много вопросов в комментариях. Вот это его четырехчасовое общение. Причем вопросы вот от политзаключенных до ЛГБТ. Ну, про ЛГБТ я вообще молчу. Это его заявление там какое-то на голову не налазит. Потом он рассказывает, что он как собачонка бяу между двумя президентами. Дмитрий Ильич, для меня это какая-то дикость. Когда человек, который называет себя президентом, рассказывает, что он как собачонка. Не обращайте на него вообще внимания. Он никто и звать его никак. Это вообще, это отжившая каста брежневских идиотов. Он, Путин. Это люди, воспитанные на конспектах Маркса и Ленина. Что вы от них хотите? Это искореженные тупые мозги. Это советские люди, которые им надо уже дать спокойно уйти в мир иной. А некоторым неспокойно, таким как Путин и Лукашенко. Это отжившее поколение тупых людей, которые не понимают, что такое счастье. Что такое базовые понятия. Что такое демократия. Что такое свобода. Это люди, это выродки, это идиоты. Если человек не может понять, что Северная Корея это плохо, а Южная Корея это хорошо. Если человек не может понять, что Беларусь это плохо, а Эстония это хорошо. Он идиот. Что нам о них говорить? О том, что Лукашенко так долго разговаривает со своими педлегами. Говорит только о том, что он тестирует состояние их желчных пузырей. И мочевых пузырей. О, мочевых пузырей. Думаю, что некоторые под себя ходят. Причем не от страха, а от того, что он долго выступает. Прямо в зале. Мы желаем здоровья и скорейшего выздоровления Дмитрию Гордону. Дмитрий Ильич, сил вам. Спасибо. А нам всем победы. Скорейшей победы. Спасибо. Скорейшей победы. Ну и, конечно же, все будет Украина. Дорогие зрители, берегите себя и близких. Дмитрий, слава Украине. Героям слава, Василий. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok